Маткульт, привет! Всем привет! Дива! Привет, Дороша! Привет, дорогой! Ну вот у нас снова физика. Немножко физики, да? И больше, как ты сказал, здравый смысл. Да, немножко физики, немножко здравого смысла, но как это обычно бывает. Ролик называется «Саватеев и здравый смысл». Вот интересно, совместимы ли эти вещи, да? Сейчас узнаем. Несколько простых, простых таких качественных вопросиков, даже не задач по физике. Вопрос первый. Можно ли закрыть звезду? Вот звезда, она же маленькая-маленькая. Маленькая-маленькая, правда? Да. Даже еще меньше, чем маленькая-маленькая. Можно ли выйти вот в хорошую, безлунную, темную ночь? Так. Не в Москве, в Москве засветка, да, небо. Да-да-да, понятно. На горах, горах. Где-нибудь, да, далеко. В Адыгее. Где ничего не мешает. В Майклопе. Взять зубочистку вот так вот, хобана, и закрыть. Одним глазом смотреть на звезду и зубочисткой вот такой вот, да. Взять и ее закрыть. Получится или нет? Ну, в смысле, кончиком или как? Ну, неважно, да? Меском, самой толстой частью, конечно. А, самой толстой? Конечно. Кто ж кончиком-то закрывает? Была бы спичка, я бы тебя про спичку спросил. Блин. Так, ну, значит, смотри, что я могу сказать сразу. Солнце закрыть нельзя. Солнце большое, солнце полградуса, конечно. Значит, не любую звезду. И луну. Нет. Математик отвечает. Нет, нормальную, хорошую звезду. Серьезно. Ночью, мне кажется, солнце видно довольно плохо, а мы разговариваем про ночь. Да, ты прав. То есть, уже солнце закрыто. С солнцем получилось. Математик. Ты прав. Математик. Не прошло. От маза не вышло. Так, значит, я вот так беру и закрываю звезду, да? Да. Получится или нет? Вот смотри. И почему? Вот смотри, сейчас я изложу. Как всегда с Димой Епифановым, ни один ответ, который я дам, не будет правильным. Это точно совершенно. Это я уже понимаю. Но я сейчас попытаюсь провести рассуждение, хорошо? Да, вот, конечно. Значит, вначале наивные. Смотри. Бедный. Давай, давай. Рассуждение. Да, значит, рассуждение стоит в том, что до Сириуса, вот это я помню, 6 цветовых лет. Ну, да, мне казалось, чуть больше. Ну, это совершенно неправильно. Да, да, да. Тут все до каких-то там в 100 раз можно. Ну, без проблем, да. Значит, теперь дальше. По-моему, это 10,16 метра. Но давай все-таки вычислим быстренько. 3 на 10,8 скорость света, пи на 10,7. 3 на 10,8, да, на пи на 10,7. Итого 10,16. Да, правильно? Ну, примерно, да. Это один цветовой год. Ну, а, соответственно, здесь у нас еще... Все, все верно, я правильно помнил. Стоит единичку дописать. И пойти, чтобы было видно, что там написано. То есть вот так. Ну, да. Для нашей точности хватит, наверное. Теперь его размер. Ну, вот тут я не берусь сказать. Но если Солнце миллион километров, то Сириус, ну, может, 10 миллионов. Тебе не надо знать. Тебе надо знать, что 500 секунд летит свет от Солнца до Земли, и угловой размер полминуты. Да. Ой, полградуса. Ну да, но мне же сейчас нужно вычислить Сириус. Ты хочешь угловой размер вычислить? Ну да. Тебе не нужен размер Солнца для этого. Ты знаешь, какой он на расстоянии 8 световых минут. Нет, так мне же не Солнце нужно, а Сириус. Ну так сравните одну пропорцию. В школе не проходили пропорции? Ну, Сириус, ну, больше 10 раз он больше. Ну, я думаю, что может быть 10. Ну, хорошо, давай, подожди. Как какая-нибудь бетергезия в 10 тысяч раз больше. Нет, это не поможет. 10 миллионов, да? То есть 10 в десятый метра. Ну, я думаю, да. Это тоже побольше. Странная оценка, но хорошо, да. Ну, ладно. Итого, вот это угол, его тангенс равен 1 делить на 6 миллионов. Да. Ну, примерно. Вот мы очень много огрубляли, ты зря уже шестерку с собой таскаешь, потому что у нас уже все чисто до порядка. Ну, пусть так. Да. Повышение точности небольшое. Одна миллионная. Одна десяти миллионная, ну, окей. Так, окей, одна десяти миллионная. Если бы мой глаз был точкой, то этого бы было достаточно, конечно. Ну, конечно, да. Да не одна миллионная. Да, да, да. Тут метр, там какой-то миллиметр. То есть вот если бы я сказал самое наивное решение, стоящее в том, что мой глаз точка, то этот зубочистка бы закрыла гораздо больше, чем звезду. Да, все так. Вот, но дело в том, что мой глаз ни точка, ни хрена. Глаз здоровый, собака, да? Ну, а? Да. Ну, вот я не знаю дальше, как устроено все. То есть если я вижу этой частью, вижу ли я этой. То есть здесь нужна какая-то биология, которую я терпеть не могу. Ну, биология заключается в том, что у тебя есть зрачок. Зрачок. Да, из которого что-то там фокусируется. Вокруг него еще какие-то штучки. Но вот эта черненькая такая, которая черная. А, она видит. Модель абсолютно черного тела. Ее же почему так назвали? Потому что это зрачок черный. Шучу. Кого назвали? Ну, есть. Зрачок от слова черный? Да, что такое абсолютно черное тело? Вот как ты себе представляешь абсолютно черное тело? Поговорим про это. Никак. А его не видно. Ну, нет, подожди. Почему же его не видно? Оно черное, и черное тоже видно. Вот белое видно, синее видно, зеленое. А черное не видно. Там вот видишь, вот эта вот черная штука, она черная. Ну, а я вижу только потому, что частично она не черная. Так нет, подожди. Что-то отражается. Если бы ничего не отражалось, ты бы видел, что там, а тут ничего не отражается. Ну да. То же ты видишь. Ну да. Ты видишь, что вот стена белая. Я вижу, как разница, теоретическая множественная разность двух множеств. Окей, пусть так. Того, что видно и всего. То есть ты ее видишь назад, мозг понимает, что там что-то есть. Наверное, да. Так вот, что ты, как ты себе представляешь, даже прям интересно стало, как люди себе представляют. Абсолютно черное тело, такая модель физическая, очень распространенная. Ну, фиг знает. Ну все падает и не отражается. А вот как такое можно сделать? Вот можно ли чем-то таким помазать, чтобы хобана и абсолютно черное? Колум. Ну это будет абсолютно другое. Не, серьезно. Я не знаю. Ну смотри, вот если мы помажем сажей или дёртем, прям будет черное. Ну почти. Абсолютно черное. Абсолютно не будет никогда. Ну нет, да, конечно. Смотри, это устроено так. Возьмем какую-нибудь штукенцию и в нем пробуробим дырочку. И пусть даже внутри хоть зеркальное, нам не важно. Что произойдет? Какой-нибудь лучик туда залетит. Так. И начнет, его там начнет как-то колбасить. И у него перед тем, как ему повезет, он найдет эту дурочку обратно, вероятность того, что он поглотится, она большая за счет того, что очень и очень много взаимодействия с поверхностью. Много раз он там, да, и все, он уже не вышел. Я понял, да. Простой пример, это если ты идешь мимо дома, в котором выбиты стекла, людей нет. В сумерках ты проходишь мимо окна и видишь, оно черное. Да. Что вот все вроде, и внутри может даже и какие-то обои белые, но издалека кажется черным. Он попадает, болтается как в проруби, да. Оттуда лучи просто почти не вылетают, ты их не видишь. Зрачок устроен так же, у него маленькая дырочка, а дальше мест побольше. Ну хорошо, дай мне координаты. Зрачок отличная модель. Какая дырка, какого размера? Да ты посмотри на меня там, не знаю, на себя. Ну одна десятая глаза. Одна десятая глаза. Это у физики специально есть прям целый набор таких способов измерения, да. Одна десятая глаза, например. Или тридцать восемь попугая. Ну миллиметр. Это классика, да? Ну миллиметр. Да больше, конечно. Ну три. Ну ты потом зеркало посмотри. Ну видишь, зависит от того, темно или светло, да. Ну короче, да, ну и что, у тебя размер есть. Теперь ты знаешь размер глаза, ты примерно знаешь угловой размер сириуса. Ну да, я не очень понимаю, что дальше с ним делать. То есть вот у меня здесь один миллиметр. Да. И что же делать? И на расстоянии вот от него 50 сантиметров находится эта хрень, да. Ну ты вот можешь посмотреть на моем зрачке и сравнить. Ну то же самое. Ну окей, пусть будет то же самое. Так. Ха-ха-ха. Ну примерно. Так. И что же мы видим? Что дальше происходит, да? Вот как бы этот луч… То есть все, что не попадает сюда, я увижу, да? Все, что… Нет, ты увидишь только то, что попало в зрачок. То, что не попало в зрачок, ты не увидишь. То, что попало на белого глаза… То есть я вижу вот этой вот внутренностью что ли, да? Да, конечно. А здесь у тебя собственно сетчатка, палочки, колбочки, вот это все. Е-мое. Причем палочки и колбочки по-хитрому распределены, то есть в центре побольше колбочек, чтобы цветное зрение было… Гениально. Цветное зрение в макуле, там в том месте, куда ты смотришь. А по бокам в основном черно-белое. Фантастика. Нет, это вообще не физика. Ну ладно, да. Давай. Хватит, да, отмаза. Нам не важно, цветным мы зрением видим или черно-белым. Мы видим свет звезды, значит мы ее уже видим. Свет далеких звезд по дороге домой, ту-ту-ту-ту-ту. Но электричество смотрит мне в лицо. Помнишь Гребенщикова, да? Да. И просит мой голос. Так, ну эти лучи параллельны, очевидно? Ну как бы слишком далеко. То, что лучи параллельны, это правильный вывод. Она очень далеко и, конечно, все лучи, которые приходят параллельно. И теперь получается, что как бы вот эта толщина, вот он, этот вид толще. И вот я его как бы, я вижу этот, значит, и тут. Но если зрачок все-таки побольше, чем она, то закрыть не получится. А если поменьше? То получится. А побольше или поменьше? Ну я не знаю, какой зрачок ночью. Ночью большой зрачок. О, почему? Потому что темно, нужно больше видеть. Да, темно и нужно больше света, конечно. Ааа, это важно, да? Слушай, я днем бы его не закрыл. Ты сейчас на меня смотрел, мне было интересно, какие выводы ты из этого сделаешь. Потому что здесь свет, да? И у нас маленький зрачок для того, чтобы наши сетчатки не было грустно. Ааа, слушай, охренеть. То есть ночью не закрыть, Сириус? Ночью не закрыть. Блин, я правильно решил задачу. Значит, Саватеев и здравый смысл все-таки немножко совместимы, да? Или проверим? Хорошо. Или мы продолжим эту проверку? Продолжим проверку. Раз, космос, да, такая задача. Космос я люблю. Космическая тема. Ну ты знаешь, да, вот про ракеты, там первая космическая, вторая космическая скорость, примерно, представляешься, что такое? Так, первое, это если мне дадут волшебный пендель с такой силой, то я не вернусь, влечу на орбиту. Буду вращаться, как этот Абдурахман, как он второй Ну правда в том, что в эту же точку ты вернешься, но в принципе, да, ты можешь уже не оказываться ближе к земле. Ну, то есть я могу, изменив угол, я с этой скоростью, короче, буду летать уже дальше. Ну, опять же, пренебрегая... Ну, тренер. Воздух и всем-всем-всем. Ага. Хорошо. Она, по-моему, 8 км в секунду, если мне, конечно, не изменять память. Не суть важна. Какие-то километры в секунду, да? Да. Отлично. Есть еще там вторая, третья, космические скорости, там... Вторая, это я ушел от Земли. Да-да-да, можно еще там Солнечную систему... А третья покинула Солнечную систему. И вот такой вопрос. Правильно, да? Или, например, на Юпитер. Или, например, на Сириус. Имея скорость... Ну, что у нас, например? Запорожца. Вот 60 км в час. Ну, под горку 80. Но у нас горки не будет, поэтому 60. Вот ты можешь ехать со скоростью 60 км в час. Сможешь ли ты долететь до Юпитера? Ну, не лично ты, а вот как бы твоей, может быть, уже мощи. Потому что долететь придется долго, до Сириуса-то точно. Слушай, ну, а вот... Она же будет тормозиться. Ну, как сейчас? Я не знаю, можно или нет. Вот ты можешь поддерживать скорость 60 км в час. Как-то так вот... А как ты ее поддерживаешь? И... Оставим этот вопрос за бортом. Ну, вот какой-то вот есть пепелац такой специальный. Так... Как вот? Получите меня. Тогда я не очень понимаю, в чем проблема, да? Ну, проблема в том, что космического скорости-то нету, этой первой космической. Но ты же постоянно добавляешь. Ну, немножко добавляешь. Ага. И что? Это первая космическая. Тебе дали пендель именно. И потом ничего не добавляли. Окей. Ну, молодец. Ракета не взлетает со скоростью 85 секунд. Да, правильно. Молодец. То есть можно. Ну, конечно. Да, угодно можно. Хорошо. Так. Ну, долго. Я забыл, что еще я тебе хотел дать. Космическая. Давай, давай, давай. Космос я люблю. Здесь больше вероятность. Это не хуль с горы. Это все-таки... Это я чуть лучше чувствую. Я его люблю. Для меня космос это такая штука, понимаешь? Божественная. О! Для кого-то... Ладно. Космос наоборот источник атеизма. А для меня космос это источник, так сказать, ну, каких-то религиозных чувств. Со здравым смыслом отлично. Погнали. Смотри. Это прямо в детстве у меня была любимая задачка. О! Это ракета. Это ракета. Гагарин! Ну, нет. Ой, светофор. Летит светофор. Ой, нет. Так. Летят три брата. Нет. Что ж я никак не могу угадать, что летит? О! Это пламя! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Известно, что это, например, какая-то современная штукенция. Может уже не времен Гагарина, может попозднее, но в целом на наших современных технологиях сделанная. Вопрос. Летает или садится эта ракета? Да. Ой. А как это вообще можно понять? Надо немножко подумать. Ну, это такая уже веселуха. Это уже даже не столько про физику, совсем не про физику, а просто подумать головой. Можно понять? Да. Можно понять, залетает она или садится. Только надо немножко подумать. Казалось бы, и то, и другое должно выглядеть совершенно одинаково, да? Она притормаживает, фигачит вниз. Казалось бы, что-то должно быть. Что-то должно быть, да? Что-то должно быть. Ну, она вообще садится, мне кажется, на парашюте обычно. Нет? Ну, между прочим, эти самые SpaceX сейчас садятся прямо вертикально, как надо. А, то есть как на Луну. Иногда взрываются, правда. Но... На Луну уже... Так, это вообще на Земле, иначе... А, нет. Не знаю. Где же это? Может... Слушай, вот тут я что-то... Да, летает ли садится эта ракета. Как же это можно понять? Сейчас. А, слушай, а вот эти нужны только при взлёте. А как она будет стоять? Она прямо на двигатель сядет? Ну, в смысле, на сопло? Боюсь, что долго, да? Она не простоит, она тёпленькая и там проплавит, в лучшем случае. Или просто... Так. Накернется. Да. Не вышло. Она должна аккуратненько, да, когда садится. Она должна садиться аккуратненько. То есть сопло должны быть, да? Ну, что-то, какие-то опоры, на которые она сядет? Да. Не могу понять. Взлетает и садится. Ну, давай, просуждаем. Ну, я не могу понять. А что ты вообще можешь увидеть из рисуночка? Ну, облака из-под этого самого... Из-под пламени... Облака. Ага. А можно ли сделать какие-то клубы чего-то? Клубы, да. Там, не знаю, дым и пыли. Ну да. Дрянь. Чего-то. Вопрос. А можешь ли ты какой-то из этого вывод сделать? Из облаков? Да. Или не можешь? Ну, об землю. Я про все элементы сейчас могу спросить. Об землю. Об землю они отразились от пламени. А от Луны тоже же будут? Ну... Там же тоже... Идеи, да. Вроде и будут. Если... Ну, это же остатки пламени именно. Это не что-то с воздухом. Нет. Ну, это, кроме того, всякие мелкие частицы, которые здесь валялись и их раскидало. Ну да. Ну, то есть кажется, что ничего нельзя сделать. Ага, ничего нельзя сделать. Ну, я не могу. Ну, это неправильно, конечно. Нет, да? А как можно сделать? Ну, вот как ты думаешь? Выключайте и на паузу ставьте. Не-не-не, никаких пауз. Мы сейчас будем тебя мучить. Вот ты взял пригоршню песка. Не песка. О, ты курильщик. И вот ты такой... Господи помилуй. Никогда в жизни. Подождите. По пьяни два раза попробовал в детстве и все. Никогда не курил. Это хорошо. Так. Как вы два раза по пьяни попробовал? Я один, я тебя сделал. Как вы относитесь к проблеме курил? Я, кстати, даже не курил. Короче, это не важно. Я никогда не курил. Никогда не курил. Это не курица, это хавается вообще. Так что? Подожди. Ничего не понимаю. Ты берешь, ты выходишь на земле и выдуваешь такой и кубы, да. А если ты выйдешь, например, на Луне, вот такой открыл скафандр и такой... Будет разница или все будет то же самое? Да. Непонятно, да? Не-не-не. Хорошо, ладно. Рассказываю. Там атмосферы нет. Важно, что нет атмосферы. Зачем она нужна вообще атмосфера? Ну, наверное, вот это вот что-то с атмосферой так связано. Ну смотри, откуда берутся клубы? Если просто пнуть в какую-нибудь песчинку, а ну что тут происходит? Просто вот это огнище, да, как что-нибудь такое пинает. Или какие-то мелкие штукенции. Она что? Она полетит. Ну да. Что произойдет на Луне? Она полетит по какой-нибудь параболе там примерно. Куда-то ее понесет. А, куча всего полетит по параболе. Почти радиально. Если у них скорости большие, оно все радиально будет разлетаться. Клубы почему возникают? Потому что все это завихряется в атмосфере. В воздухе. Потому что воздух плотный. И не дает тебе просто безобидно лететь со скоростью. Ну хорошо, мы пока выяснили только, что мы находимся на Земле. Ну это да, я согласен. Не обязательно на Земле. А почему на Земле? Ну где-то где есть атмосфера. Где-то где есть атмосфера. А какой можно вывод сделать из того, что есть атмосфера? Конечно. На Венере много атмосферы, на Марсе чуть-чуть. А, ну да, на Венере, да. Ну на Марсе тоже есть. Тоже, да? Да, конечно. Там даже вроде как что-то такое с винтом запустили, что летает. О-о-о. Ну я могу путать. Так. И что же? Вот, и что же? Какой вывод можно сделать из того, что есть атмосфера? Ну нет, да, не берется задачка. Вообще. Никакого. А как ты думаешь? У нас воздух как-то важен. Давай я буду подсказывать. Вот астероиды, знаешь, такие летают, каменюки в космосе. Как думаешь, у них есть атмосфера? Ну может пара заезжих молекул? Ну нет, нет. А как они там будут жить? Они сразу увидят. Ну нет, атмосферы нет. Почему? Понимаешь, они маленькие? Ну да. Гравитации не хватает. Или почему? Ну или случайно так вот на Марсе. Может быть у них не написано, сидите у нас. Только лучшие молекулы. Ну да. Я не понимаю. Потому что Марс и Земля мало отличаются. Не сильно. Марс и Земля отличаются по массе. Сильно? Это достаточно, чтобы он не удержал, да? Ну, Марс сильно меньше. Нет, Марс удерживает, но не очень много. А если вот заканчать, тогда воздуха дофига. Потому что она еще меньше, чем Земля. А, то есть вот в этом дело. Да. А Венера побольше, у нее там все отлично с Марсом. А у Юпитера жуткая атмосфера. Да, да, да. А, так он вообще газовый гигант. Венера? Юпитер. Юпитер. Юпитер вообще большой, да. Юпитера чуть-чуть не хватило. Нет, в смысле, он не твердый. Чтобы у нас не было системы звезд. Так, ну и что же. Не помню, раза в четыре массу поднять и уже может там что-то зажжется. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Так вот, значит масса большая. Ну да. Масса большая. Хорошо. Она удерживает, эта штукенция вот эта, которая вот здесь ниже. У нее большая масса, она удерживает атмосферу, да? Да. Поэтому все не разлетается. Окей. Ну да. Остался последний шаг. Да. Никаких выводов. Ну блин, я все рассказывал. А я уже не могу понять. Смотри, дырдочка, дырдочка, дырдочка. Как ты думаешь, зачем? Чтобы смотреть на них космонавтам. Вот. То есть, наверное, там что-то, ну… Ну там все живые, да. Топливу дырки не сделают, правда? Топливо в иллюминаторы не смотрят. Ну, то есть, я не знаю. Может быть, поколение нынешнее будет смотреть там и как-то грустить это топливо. Биологическое будет. А сейчас пока только живые люди там или что-то. Сейчас, подожди. Да. То есть, ты хочешь сказать, что на взлете это выглядит вот так. А это все топливо. Ну, на самом деле, это все выглядит вот так. И это все топливо, да? Примерно. И это все топливо, да. Значит, садится, очевидно, да. Потому что оно уже кончилось. Да. Именно так. Потому что топлива уже немножко. Ах ты блин. Если есть атмосфера, должна садиться. Да, иначе он куда полетит, он сейчас выпадет уже, да? Топлива не хватит, чтобы никуда улететь. Да. Да, это жестко. Нет, это очень простая задачка. Это круто. Ну, конечно. Ну, мы не знаем, куда он садится. Может, на Венеру, может, на Землю. Может быть, куда угодно, где есть атмосфера. Может быть, даже на Массу. Офигеть. Не, ну, это офигеть, да. На Венеру у нас еще не стоит. Не, ну, это вот крутовато. Это крутовато для меня уже, нет. Здравый смысл мой недостаточен. Он, как бы, здесь нужен не математический здравый смысл, а такого не математического у меня же нет вообще. Ну, видишь, математического для звезды и спички хватило. Ну, математического именно. Да. Хорошо, ничего, предложим тебе еще что-нибудь. Ну, давай. Ладно, на сегодня, наверное, хватит тебя мучить. А те два сюжета будут не сейчас, да? Какие те два? Пока хватит. Ну, ладно. Тогда Маткульт, привет! Маткульт, пока. Маткульт, пока. Решайте физику, а не математику. О, интрига вышла. Математику тоже, да. Или это все три как раз были?